АБФФ ТВ Гомель против Локомотива Начинаем с матча в Слониме, где подопечные Леонида Лагуна принимали Оршу Первую половину матча можно охарактеризовать как тайм равных возможностей Слоним действовал с позиции силы, а Орша искала голевые шансы в быстрых контратаках Как итог, на перерыв команды ушли с нулями на табло Но спустя всего 9 минут после возвращения на поле, Секоев отклеился от центр дефа Орши И пробросил мяч мимо Маталыга, открыв счет Хозяева имели несколько возможностей, чтобы увеличить преимущество Однако хорошая игра голкипера гостей не позволяла Слониму отличиться На 75-й минуте рефери назначил пенальти ворота Орши К мячу подошел Сарамаха и упрочил преимущество Слонима Впрочем, под занавес матча настоящее невезение настигло хозяев Сначала Оршанцы заработали перспективный штрафной вблизи владений Шишлова Калинин наносил удар поворотом Мяч угодил в руку игрока Слонима И эпизод закончился назначением пенальти Все тот же Калинин хладнокровно исполнил приговор Тем самым установив окончательный счет в матче 7 желтых карточек, 1 удаление и 2 пенальти Такой получилась первая победа Слонима в сезоне Нафтанг, который стартует с большим минусом в таблице, принимал лиду Первый тайм прошел с перевесом личан Гости имели большое количество моментов Однако плохая реализация не позволяла выйти вперед Однако старания лиды все же окупились благодаря мастерству Синкевича Который забил третий мяч в двух матчах Нафтанг, встрепенувшись после перерыва, прибавил Что привело к голу в ответ Отличился Лавал У Нафтана была возможность и вовсе вырвать победу Однако при взятии ворот Лайнсман зафиксировал положение вне игры Волна, испытывающая огромные проблемы с составом из-за повреждений, приехала в гости к Сморгоне На одной из тренировок травмировался Кибук, который был одним из лучших в составе Пинчан в прошлом туре Что не могло не сказаться на игре подопечных Беленко Первые 20 минут волна переигрывала соперника, создавая давление у ворот Щербачени Однако дисциплинированная и компактная оборона обеих команд не позволила зрителям увидеть голы в первом тайме Отсутствие глубины состава и длины скамейки у волны дали о себе знать во второй половине Сморгонь увеличила темп и нанесла большое количество ударов по воротам Клюкина Однако голки первой волны действовал безукоризненно И все же в середине второго тайма в оборонительных порядках гостей случилась пробоина Быстрый выход из обороны позволил вывести Мистулова 1-1 с Клюкиным И российский нападающий Сморгони без особых проблем открыл счет А точку в матче поставил Казанцев, который после углового оказался первым на мяче Ашмяны после уверенной по счету и игре победе над Арсеналом дома принимали речицу Древ Главный тренер Южан Вячеслав Левчук внес лишь одно изменение в состав, видоизменив центр обороны Уже на 25-й минуте матча домашняя заготовка в исполнении гостей привела к забитому мячу Игнатенко мягким забросом со штрафного нашел поторочу, который поразил ближнюю девятку, не оставив шансов Кудину После пропущенного мяча Ашмяны активизировались и действовали широко, пытаясь растянуть оборону гостей Но превратить момент в забитый мяч не смогли Уже во втором тайме проникающая передача за спину защитникам хозяев привела к назначению пенальти Игнатенко подошел к мячу, но не сумел переиграть Кудина Гол потороче оказался единственным в матче Речи Садрев побеждает и увозит из Ашмян 3 очка Перемещаемся в Лунинец, где гранит принимал Держинский арсенал После неудачного дебюта красно-белые были полны решимости реабилитироваться И уже под занавес первого тайма вышли вперед Яркая комбинация вывела Кейко на ударную позицию, который поразил дальнюю девятку ворот Второй тайм начался с забитого мяча гранитом Прострел на дальней штанге замкнул Тишко, который воспользовался позиционной ошибкой Антона Абрамовича Но окончательный счет в матче был установлен на 60-й минуте Крайне неубедительная игра гранита у своих ворот привела к тому, что Осипенко стянул на себя трех игроков И отдал передачу на Кейко, который поразил ворота ударом с границы штрафной Арсенал одерживает первую победу в сезоне Крумкачи, одержавшие победу в стартовом матче, приехали в Светлогорск развить успех И уже с первых минут взяли мяч под контроль, заставляя Лобадзе регулярно вступать в игру Команда Олега Черепнева пыталась держать целостность в линиях, но давление воронов все же конвертировалось в забитый мяч Зинько воспользовался ошибкой вратаря на выходе В конце первой половины Лебедев увеличил преимущество, сотворив очередной шедевр и сорвав паутину ворот Лобадзе Еще два мяча ворота Химика оказалось во втором тайме Сначала Гречишко подставил ногу после подачи Лебедева А уже в добавленное арбитром время Лынько поразил ворота Химика с острого угла Таким образом, Крумкачи одерживают вторую победу к ряду с общим счетом 8-1 Центральный матч Тура проходил в Гомеле, где подопечные Ивана Биончика принимали Локомотив Нужно отметить, что антураж матча добавляли болельщики, которых на матче было порядка 2000 Поединок с самого начала пошел не по сценарию зелено-белых Котов на выходе не успел к мячу и зацепил футболиста Локомотива Находившийся рядом с эпизодом Кульбаков назначил пенальти, который уверенно исполнил Соловей 11 минут спустя Васьков ударом с лета поразил ближний угол ворот Селивончика Игра в первом тайме шла на встречных курсах с большим количеством ударов И логично привела к забитому мячу Ударом метров с 20-25 отличился Кухаренок Однако этим результативные действия со стороны Локомотива в первом тайме не закончились Козловский потрясающим образом прорвал правый фланг обороны Гомеля И вырезал передачу на клинье, который не имел права промахнуться Биончику во втором тайме пришлось перестраивать игру команды И вносить изменения, чтобы изменить ход противостояния Сторониями Васькова, оформившего дубль, Гомель один мяч отквитал Но на большее хозяев не хватило Локомотив одерживает важную победу А Гомель, в свою очередь, буксует на старте чемпионата Результаты всех матчей вы можете наблюдать на своих экранах Обращаемся к турнирной таблице Крумкатши и Локомотив идут без потерь и делят первую строчку Ближайшие преследователи Сморгонь, Речисадрев и Слоним имеют в активе 4 балла Для вас этот обзор подготовил Данил Детко Следите за матчами первой лиги по футболу Здесь много интересного Подписывайтесь на наш канал Продолжение следует... Продолжение следует...